Девушки отдыхают Смотрите наше видео с покрасом Вот такая миниатюра получилась А теперь перейдем к правилам Поскольку игру мы уже отыграли И можем точно сказать Что этот герой вам пригодится Особенно если собираете фракцию Рика Ну что Маш Понравилось тебе играть за Андрея? Слушайте да, я считаю что это очень удачный персонаж Для команды Потому что она одна из детских Кто обладает специальным правилом Специальное правило позволяет ей Если она оставалась на месте Пострелять дважды То есть если вы первый раз Оставаясь на месте выстрелили И уронили своего противника Или же убили То вы можете пострелять еще раз автоматически Что дает очень большую плюску я считаю Ну вообще можно Подстрелить одного зомби И пострелять в другого Который стоит чуть дальше Вообще на 40 очков Вы получаете довольно неплохого стрелка У нее спецправила Марксман И двойная стрельба Белый куб на рукопашную атаку Красный и белый куб на стрельбу Если вы вооружите ее еще каким-то пистолетом Тогда это вообще будет преотлично Да, ну вот например Тут есть пистолет за 30 очков Он дает два белых куба То есть с ним Андрея будет просто смертоносным Четыре кубика стрельбы сходу Плюс два кубика красных на защиту Что уже очень неплохо Дает ей возможность защищаться От стрельбы других оппонентов Ну и еще одна особенность Она используется только если В игре вы берете в банду ее сестру Эми Тогда ей приходится ее защищать Ну да, собственно Правило тут довольно простое Мы сразу вспоминаем Рик и Карло У них есть похожие Если в килл зоне Андрея находится Ее сестра Эми То Андрея автоматически получает кубик На защиту ближнего боя То есть на дефенс Все довольно просто Да Что у нас еще в этом бустере Помимо Андрея и Эми Тут лежит ходячий дополнительный Который поможет вам увеличить Количество ходячих в вашем наборе И также лежат 4 карты С дополнительным вооружением Быстрая перезарядка для револьвера Именно для ручного оружия Для хендганов Который позволяет перезаряжаться Не тратя на это действия Вполне себе приличный апгрейд Тот самый магнум 44 калибра Про который Маша рассказала Который два белых кубика на стрельбу добавляет Что очень круто Хоть он и стоит 30 очков 30 очков да Но на 10 дюймов вы стреляете Очень много раз уже Ну вот Что еще Стандартные бинты И стандартные патроны Запасная обойма Самый Наверное Один из самых крутых Стрелков в игре Наш репорт Это подтверждает Учитывая что В общем то Результативность была довольно Неплохая У этого набора Если вы Повторюсь Собираете фракцию Рика То Эта дамочка Вам точно пригодится Учитывая что у них Еще с Риком Любовная линия Намечается Вот Так что Смотрите Следующий обзор Следующих бустеров у нас На The Station Спасибо Хобби-центрам Geek Wars За предоставленные Наборы Которые мы сейчас Как раз и Показываем Смотрите видео По покрасу И смотрите Репорты наших игр По вселенной Walking Dead Всем привет Дорогие друзья Меня зовут Никита Косолапов Кому-то я также известен Под ником Blood Carrot И это канал The Station FFH Сегодня В рамках рубрики Байки-хранители секретов Мы будем красить Прекрасную Андрея Девочку Женщину Прекрасную Даму Из The Walking Dead All Out War Эта дама Представляет собой Бустер Который входит Еще один Ходячий И ее Сестра Эми И Начнем Мы Покрас Нашей Прекрасной Женщины С покраса Кожи Базовый слой Для кожи Это Basic Skin Tone От Валеха И немного Брау Таким образом У нас получается Основа Для наших Будущих Теней И таким образом У нас получается Базовый слой Для покраски Кожи Затем мы Добавляем Немного Еще Basic Skin Tone И начинаем Делать Высветление Высветление Делаем На ладошках Высветляем Пальчики Отдельно И конечно же Делаем Высветление На лице Специфика Покраски Женских Лиц Заключается В том Что на них Достаточно Мало Таких элементов Которые Присущи Мужчинам Харизматичным Лицам Мужчин То есть Нет морщин Слабо Выделен Например Нос Скулы Поэтому Это все Чаще всего Нужно Делать Очень Плавно Аккуратно Чтобы Подчеркнуть Достоинство И ни в коем случае Не изуродовать Милую Прекрасную Барышню Таким образом Мы подчеркиваем Лоб Подбородок Губы Носик И конечно же Скулы Затем Я делаю Большой румянец С помощью Глейза Из Валеха Пропл Глейз делается Просто Нужно Развести Валеха Пропл До состояния Водички И таким образом Смочив Кисть О тряпочку Пройтись По Тем поверхностям Которые Вы хотите Оттенить Или добавить Какой-то Дополнительный Оттенок Вот этим Глейзом Чуть розовым Фиолетовым Я делаю Румяна На щеках Они не должны Быть слишком Яркими Потому что Понятно Женщины В период Зомби Апокалипсиса Наверное Мало ухаживают За собой Не особо Красятся Но при этом Естественный Румянец У них Остается И Дальше Я подкрашиваю Губы Тоже Не особо Их выделяю Я просто Добавляю Валеха Heavy Red Немного Basic Skin Tone И Прохожусь По губам И получаются Такие Розоватые Чуть красноватые Губы Затем Переходим К покраске Волос Крашу С помощью Валеха Браун Базовый слой Далее Я добавляю Ириэль Йеллоу И Получается Как раз Таки Такой Блондинистый Оттенок Нужно отметить Что Блондинистые Волосы Они Ненасыщенно Желтые Затем Я Приступаю К покраске Кофты Кофта У нас Такого Достаточно Пастельного Пастельного Оттенка Должна быть Такого Сиреневатого И Я делаю Этот оттенок С помощью Смеси Трех красок Это Purple От Валеха Royal Blue Также От Валеха И Достаточно Большого Количества Белого И Получается У нас Как раз Таки Нужный Сиреневатый Оттенок Чтобы Высветлить Волосы Я Добавляю Немного Белого А не Желтого На следующих Этапах И получается Что Волосы Выходят У нас Натуральными И живыми Прохожу Прохожусь Я По каждой Пряди И Достигается Такой Эффект Переливчатых Волос Затем Кофту Я Непосредственно Высветляю Добавляю В нее Немного Белого Постепенно В два Этапа Прохожусь По складкам Здесь Нам все Знакомо Если вы Смотрели Предыдущее Видео Там я Много Красил Тканей Здесь Принципы Все Те же Выделяем Все В складки Оставляем В тенях Базовый Слой И Получается Эффектная Мягкая Кофта Для Джинс Базовый Слой Это Royal Blue Затем Сразу Крашу И Ботинки Для них Базовый Слой Будет Браун От Волеха Также Крашу И Рубашку Которая Находится Под Кофтой У Андрея Рубашку Крашу С помощью Краски Хеверед От Волеха И Все Это Дело Я Хорошенечко Проливаю С помощью Нуль Оил Таким Образом Задаю Тени В дальнейшем Будем Уже Делать Высветление Высветление Я начинаю Делать С Джинс Добавляю К Royal Blue Немного Grey Blue От Волеха Точно Так же Как мы Красили Кофту Я Высветляю Все Складки Оставляю В тенях Royal Blue Там Где У нас Обширные Такие Поверхности Я Чуть Чуть Растягиваю Краску То есть Делаю Растяжку Водой И Получается Такой Полупрозрачный Слой Достаточно Плавный Переход Достигается С помощью Этого Приема Таким Образом Мы Красим Все Джинсы Следующий Слой Высветлений Для них Это Я еще раз Добавляю Blue Grey И Повторяю Точно Ту же Операцию Но Уже Останавливаясь Больше На складках На коленях И Выделяю Их Таким Образом Ботинки Я высветляю Смесью Brown И Немного Белого Два Этапа Здесь Ничего Сложного Нужно Просто Четко Подчеркнуть Все Линии И Рельеф На Ботинках Затем Идет Очередь Рубашки Высветляется С помощью Смеси Heavy Red От Валеха И Точно Так же В два Этапа Я Добавляю Немножко Белого Подчеркиваю Края Воротник Чтобы Детали Рубашки Не Сливались Кофтой И Джинсами И Таким Образом Получается У нас Вот Наша Андрея Прекрасная Смертельно Опасная И Не Менее Притягательная Если Вам Кнули Нам Очень Важно Ваше Мнение Обязательно Покупайте Новую Игру The Walking Dead All Out War Вы Можете Ее Приобрести В сети Магазинов Geek Wars И До Скорых Встреч